Всем привет! Меня зовут Карина. Сегодня у нас упражнение 1.3.1.3. Я уже открыла наше задание. И у нас сегодня отработка комплексных практических навыков. И наши задания могут отличаться. То есть могут отличаться имена устройств и IP-адреса. Но сама суть задания отличается точно такой же. И команды по сути точно такие же. Так что если у вас здесь другие параметры, не переживайте. Нужно будет просто указать IP-адрес, который у вас указан. И нужные нам имена устройств и пароли. Давайте приступим. Чтобы не тратить наше время и не записывать это видео 30 минут, я уже записала необходимые команды. И давайте посмотрим, что и как. Первое у нас устройство CentralSV. На нем нужно настроить доступ к удаленному управлению устройством. То есть CCH и IP-адресация. Для этого нужно настроить домен. Вот он. То есть мы приписываем команды P-доменейн и указываем домен, который у вас указан вот здесь. Также пароль. У нас здесь два пароля. EnableSecret и пароль для пользователя. То есть EnableSecret. И вот у нас Cisco Enpass в моем случае. Дальше указываем юзера и пароль. Дальше нам нужно зашифровать все необходимые, ну все незашифрованные пароли. И последнее у нас нужно указать Crypto. KGenerateSray и указать параметр. В моем случае это 10.24. Что у нас дальше? Настройка CCH. У нас вторая версия с ограничением на две попытки и временем ждания 60 секунд. Это все я указала вот здесь. Вот. В этих трех командах. Эти команды вам тоже должны быть знакомы. И дополнительно я настроила линии VTI также для CCH. Давайте дальше. Что нужно сделать дальше? Вот я зашифровала пароли. Еще раз. Почему-то. Давайте вот здесь удалим. Вот так. Дважды прописана та же команда. Далее у нас настройка VLAN. То есть у нас есть табличка, где она вот. Мы прописываем, например, VLAN, номер VLAN, Enter. Далее слова name и номер и имя нашего VLAN. Это серверы, устройства, native и management. У вас так же вот эти имена могут отличаться. И вы прописываете сюда свои. Сделали. И так же нам нужно будет еще настроить сами VLAN с интерфейсами. Это у нас следующий пункт задания. Нужно настроить магистральные каналы. Безопасность портов. Это вот здесь. И настройка интерфейса VLAN. Я это все включила в 1. Для того, чтобы не прописывать каждый раз вот эти команды. То есть я один раз настраиваю все вместе в одном интерфейсе. Для интерфейса фасоциальная от 0.1. Далее от 0.1 до 10. G0.1 и от 11. до 20. Вы можете просмотреть эти все команды. Они вам тоже должны быть знакомы. И последнее. Нужно отключить все неиспользованные порты. В моем случае это от 21. до 24. И G0.2. Вот мы их отключаем. Shutdown. Я предлагаю проделать это на нашем устройстве. Это устройство CentralSV. Командная строка. Закрепляем. С помощью кнопочки топ. И давайте настраивать. Я скопирую первую команду. Или даже вот так сделаю. Вот так. И вот так. То есть с помощью этих команд мы настроим домен, шифрование и юсера. Давайте приступим. Enable. Conf. И нажимаем кнопочку paste. 10.24. Enter. Мы настроили вот все вот это. Давайте двигаться дальше. CCI. И зашифровать пароли. Вот наши пароли. Service Password Encryption. Знакомая вам команда еще, наверное, с первого CCNA. Готово. И CCH. Готово. Настроили. Далее у нас идет настройка VLAN. Настроили. IP адресация. Порты доступа, магистральные каналы и безопасность портов. Также настроили. И последнее, что у нас остается, это отключить неиспользованные интерфейсы. Также через CTRL-C. Готово. Указаны нам интерфейсы. Отключились. Нажимаем кнопочку check results, assessment items. И посмотрим. Да, у нас весь SV настроен. Что очень даже хорошо. Давайте настроим наш central. Для него у меня тоже приготовлены команды. Давайте будем сразу же смотреть и по порядку настраивать. Нужно настроить доступ к удаленному управлению устройствами. Также IP адресация. CCH. Это все очень просто. Преобразование в NIT. TCP. Окей. Ой, я не туда смотрю. Да, вот. Будет центр. У нас будет маршризация между VLAN. И вот она у меня в настройках. И параллельно, чтобы не заходить по два раза в каждый интерфейс, здесь я сразу настроила NIT. По вот этим вот параметрам. Вот это все у меня указано. И также давайте все скопируем и настроим. Наш центр, командная строка, enable.conf. Настраиваем. Готово. У нас настроился NIT, инкапсуляция для SAP интерфейсов. И мы настроили NIT в VLAN и IP адреса. Это все мы делаем по табличке и по таблице адресации. Здесь, думаю, все понятно. Что у нас дальше? Нужно реализовать маршрутизацию с использованием RIP. Иду в команду exit и открою блокнотик. Вот у нас RIP, настройка RIP. Плюс я дополнительно сюда дописала настройка DCP для LAN 30, которая также здесь у нас необходима для настраивания. То есть DHCP, настроили IP адрес, использовали слово LAN в качестве пула по этим заданиям. Далее RIP у нас будет. Давайте все скопируем. И ставим paste. Готово. И также при настройке VLAN я не настроила NIT полностью. То есть нам нужно дописать еще дополнительные настройки. Это все делается также по заданию. То есть указываем IP адрес, указываем патт в качестве пула, далее необходимые IP адреса и так дальше. То есть эти все команды также очень простые. Я копирую. Только у меня здесь неправильно указан пул. У нас использование пату, указав выбранное имя пула. Да, давайте скопируем. Ctrl-C и также paste. Готово. Мы настроили все необходимые настройки. У нас не было никаких ошибок. Значит, все окей. Давайте нажмем кнопочку check results и увидим, что наш central полностью настроен. Только нужно настроить порт-статус для G0.0. Но это легко справить. Еще раз. G0.0. Порт-статус incorrect. Для этого давайте посмотрим, какой он должен быть для начала. Central. Interface 0.15. 0.30. G0.0.15.30. Это subinterface. Serial. Давайте попробуем ее для начала включить. Conf. Int. G0.0. No shutdown. Готово. Давайте check results. Да. Мы просто включили наш интерфейс и все начало работать. И последнее, что нам нужно сделать, это включить DHCP для нашего конечного устройства. Это NetAdmin. В моем случае. Открываем NetAdmin. Desktop. IP Configuration. И DHCP. Ждем несколько секунд, пока наше устройство получит IP-адрес от Central. Мы видим, что GCP failed. Ничего. Переключаем на статик. Возвращаемся назад на DHCP. Иногда бывает. И вот. Он successful. То есть, наше устройство получило нужный нам IP-адрес. У нас 75 из 75. Вот вы можете здесь видеть. Check results. Сососос items. У нас все настроено правильно. Думаю, вы с этим разобрались. Здесь все очень просто и понятно. А на этом все. И всем пока. Продолжение следует...